МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Их рентабельность – 80%. Существенный рост произошел в основном за счет устойчивой и положительной динамики в сфере обрабатывающего производства. Он показал рост прибыли за первое полугодие 2018-го почти в два раза и достиг отметки 34,5 миллиарда рублей прибыли. Успешно осуществляет свою деятельность и транспортное машиностроение, где прибыль составила 15 миллиардов рублей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из-за ремонта южного и северного путепровода по улице Нансина, проспекту Михаила Нагибина, с 8 сентября по 15 декабря 2018 года будет ограничено движение транспортных средств по Нансина, северной и южной стороне. Для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети с 13 сентября будет организовано одностороннее движение транспортных средств по улице Фрунзе на участке от проспекта Буденновского до улицы Стадионной. В западном направлении сообщает Департамент автодорог Ростова-на-Дону. Ограничения движения транспорта на участке по улице Малиновского продвели почти на месяц. Ранее сообщалось, что они будут действовать до середины сентября. Движение транспорта будет ограничено с 15 сентября по 10 октября по улице Малиновского в створе дома номер 3 причина прокладывания ливневой канализации на участке 2-я Краснодарская с подключением на улицу Малиновского. Передвижные фоторадарные комплексы зафиксировали около 500 тысяч правонарушений на дорогах Ростовской области. Об этом пишет портал правительства региона. За 8 месяцев текущего года вынесено более миллиона постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов, вынесенных с использованием системы автоматической фотофиксации, составила 717 миллионов рублей. Средний размер штрафа 662 рубля. При этом 84% исполненных постановлений оплачены в течение 20 дней после оформления с 50-процентной скидкой. 10 сентября сборная России проведет первый домашний матч после выступления на чемпионате мира FIFA 2018. Впервые игру национальной команды примет возведенная специально к Мундиалю Ростов-Арена. Информация размещена на официальном сайте Российского футбольного союза. Соперником подопечных Станислава Черчесова по контрольному матчу станет сборная Чехии. Последний раз команды встречались 1 июня 2016 года в Австрии в рамках подготовки к чемпионату Европы. Тогда сборная России, ведя по ходу матча в счете благодаря быстрому голу Александра Кокорина, в итоге уступила 1-2. И в продолжении темы. 10 сентября в Ростове на ближайшем матче национальной сборной России с командой Чехии для болельщиков Российский футбольный союз впервые запустит программу «Тим Раша» в городе. Она включает многочисленные развлекательные мероприятия и конкурсную программу перед матчем, сообщает официальный портал правительства региона. В Донской столице площадь перед стадионом Ростов-Арена начнет работу за 2 часа до матча. Пришедшие на стадион болельщики смогут попробовать чешскую кухню, послушать выступления артиста, поиграть во флетбол и настольный футбол, попытать удачу в розыгрыше призов и принять участие в масштабном фенном шоу перед сценой. Для детей будут организованы уроки по гончарному искусству и чеканки монет, а также мастер-класс по художественной росписи майка сборной. Кроме того, перед началом матча состоится массовый флешмоб сборная героев. Интерактивные площадки и познавательное шоу в Ростове на базе ДГТУ начал работу фестиваль науки, включая экологику, который приурочен Году добровольца и волонтера в России. Важно сегодня заинтересовать молодежь, школьников. Мотивация для этих детей должна быть направить их на правильный путь, правильно определить свою будущую профессию. Для этого мы третий раз проводим в Ростове-Ростовской области экологику. На два дня весь кампус ДГТУ превратился в город науки, улицы которого образуют тематические блоки – спорт, культура, образование и инновации. Здесь и вязать морские узлы научат и объяснят основные принципы работы системы водоснабжения. У меня в руках наглядные, могу показать наглядно, как происходит ламинарные режимы движения воды и турбулентные. В данном случае у нас идет ламинарный режим движения. То есть у нас наблюдается слоистость, постоянный напор и частицы не перемешиваются. А если мы перевернем, то у нас будет наблюдаться турбулентный режим. Активное перемешивание частиц, непостоянный напор и нет слоистости. Самая вкусная площадка на фестивале у факультета – медиакоммуникации и мультимедийных технологий. Студенты угощают гостей блинчиками, которые готовят здесь же. Как связана кулинария и медиасфера, объясняют просто. Мы факультетом КМТ и как самые настоящие медийщики мы показываем, как происходят съемки кулинарных шоу. Только мы это делаем в прямом эфире и каждый может посмотреть, чем мы занимаемся и насладиться этим. И также, возможно, даже попробовать. Футбольные ворота здесь тоже не случайно. Студенты МКМТ летом стажировались в международной компании HBS, которая была основным вещателем чемпионата мира по футболу. Кто-то помогал комментаторам, кто-то разбирался с телевещателями, радиокомпаниями, которые приходили на матчи. Кто-то занимался технической стороной вопросов, грубо говоря, кабели прокладывали. Отдельный блок фестиваля – родительский форум, который стал площадкой для обсуждения участия школьников в волонтерском движении, социализации детей с ограниченными возможностями и инклюзивного и непрерывного образования. Этот фестиваль, безусловно, даёт возможность общения родителей, преподавателей, общественников, возможность выверить совместные действия в интересах развития ребёнка. Также на фестивале пройдут тренинги, конкурсы, мастер-классы, соревнования, показательные выступления и научно-популярные лекции. Всего «Экологика» объединит больше 80 организаций из трёх регионов Юга России.